После того, как мы войдем в редактор, мы увидим такую картинку. Главный элемент меню, который нас сейчас волнует, это эксперт и лайт. Оставим пока режим лайт на потом и перейдем в режим эксперт. Теперь у нас появилась новая анимация дизайн. Дизайн это режим рисования, а анимация в режиме анимации можно и рисовать, и создавать уже саму анимацию. Рассмотрим интерфейс, главное меню, которое нам позволяет работать с проектами, создавать, открывать, скачивать, запоминать, редактировать, изменять вид интерфейса этого, проиграть либо сцену, либо весь ролик, горячие клавиши, обучающие видео, импорт каких-то элементов и выбрать язык. У нас язык сейчас в молчании включен, если у вас включен английский язык, можно переключиться на русский. Ниже расположены последние проекты, с которыми мы работали. Сейчас у нас включен пункт меню из меню инструментов Market, а мы перейдем в режим выделения. Здесь пока элементы меню инструментов не переведены, поэтому мы сейчас с ними разберемся. Во-первых, весь интерфейс аниматронный. С ним проще разобраться, если убрать пока лишнее. Берем правую панель, берем нижнюю панель и уберем левую. Первая кнопка это меню выделения, selection. Мы можем выделить любой элемент. Здесь в узнаваемой сразу видно, что это будет у нас текст, это будут у нас овалы, фигуры примитивов, которые можно рисовать. Это будет заливка, это будет ластик, увеличение, перемещение всего экрана, текст, кисть, карандаш. Перо и два выделения. Одно прямое выделение, которое здесь стоит сейчас, а второе... Одно просто выделение, которое стоит здесь, а второе прямое выделение, direct selection. Белый экран, который виден в центре нашего монитора, называется холст или канвас. Здесь будем использовать и тот, и другую термин. Для того, чтобы увеличить размеры канваса, нажимаем клавишу Z. Чтобы уменьшить, рядом клавишу X. Перемещение осуществляется либо путем нажатия этой кнопки, либо нажатием клавиши, удерживанием клавиши пробел и перемещением левой кнопкой мыши.